5 ноября комиссия в составе семи ответственных работников Думы и подведомственных структур утвердила протокол с именами кандидатов на награду года. От горожан предприятий и учреждений поступило 39 предложений, больше всего в номинации образования – около 20, и народное хозяйство – 6. Из шести номинаций комиссия определилась в четырех. Награду года в номинации образования предлагалось вручить Инаре Спринжуки, спорт – тренерам участников Олимпийских игр в Лондоне, Ромуальду Юркевичу и Сергею Курситесу. Народное хозяйство предприятию «Аксон Кейбл» и общественная деятельность председателю городского общества инвалидов Ванде Михайловой. Две номинации комиссия оставила без победителей – культура, здравоохранение и социальное обслуживание. Рассмотрев предоставленные предложения, комиссия констатировала, что в некоторых предложениях не было описано конкретные достижения либо человека, либо предприятия за 2012 год. Так как это награда ежегодная, поэтому нам хотелось видеть также, что достигли люди за этот год. Вице-мэр Виталий Азаревич вынес на обсуждение коллег по комитету предложение дополнить список двумя претендентами на награду года – заместителя директора городского музея Людмилу Жилвинскую и руководителя ЛРЗ Наталью Петровой. В канун главного праздника страны они представлены к наградам, но меньшего достоинства. Депутаты с предложением согласились. Учитывая вклад госпожи Петровой, учитывая, насколько стремительно развивается предприятие, каким образом они привлекают еврофонды и увеличивают рабочие места, конечно же, самоуправление это может сказать большое спасибо в виде вот этой награды со стороны самоуправления. А если мы говорим о госпоже Жилвинской, то, по-моему, все, кто пытаются найти аутентичную информацию со стороны музея об исторических фактах и о личностях города, всегда обращаются к ней, она никогда не отказывает, и она действительно патриот нашего города. С дополнениями список представленных к награде года депутаты утвердили спустя полчаса на заседании Думы. Церемония награждения состоится 18 ноября в Даугутском театре. Они также поздравили Валю Сауну с утверждением в должности директора 10-й средней школы. Напомним, на этом посту она сменила Инну Керничанскую. В первой редакции народные избранники утвердили также детальный план северной части города, территории бывшего ЗХВ, район улиц Вайнодес, Вишки, Логистикас. Здесь планируется разместить индустриальную зону и построить новую городскую улицу. Эта улица будет основой, чтобы в этой территории можно было подключить все коммуникации к тем недвижимостям, которые находятся в территории. Обшая территория примерно 50 гектаров, улица будет примерно 3 гектара и шириной 9 метров. Это позволяет, это минимальная площадь, чтобы можно было сделать все коммуникации под улицей. Детальный план будет вынесен на общественное обсуждение горожан.